И в третьем мы увидим такую же красивую игрушку с забитыми мячами и с красивыми комбинациями. Рассказывает, в котором, во-первых, начался, и в третьем году не начался. Еще раз хотел бы сказать вам огромное спасибо, дорогие болельщики и зрители, за то, что пришли сегодня на стадион «Эталон». Действительно, ваше поддержка, ваше непосредственное участие в этом спортивном мероприятии – это всегда помощь команде. А если команда чувствует поддержку своих болельщиков, своих зрителей, то она играет в другую, и она старается показывать все, на что она способна, и, естественно, побеждать. Субтитры создавал DimaTorzok Металурка, и вот его дебют. Я думаю, что в системе Металурка очень хорошо налажена система подготовки спортсменов, и тому мы видим реальное подтверждение, что сейчас у Металурки в этой игре принимают участие подпытыники Металурка. Металурка всегда есть свои лейки, и это всегда хорошо, это всегда будет приемственность поколений, чтобы заморачиваться на них, но в ходе не по собой нет, и дальше развиваться в городе милиции. Металурка всегда есть свои лейки. Металурка всегда есть свои лейки. Вот видите, какая у нас сегодня получилась победительница в Киеве. Начался второй период, и уже три мяча забила команда Кирова. В счет 5-3. И появилась ситуация, когда... Вот это сейчас отбив вратарский совершил вратарь Кировца. В ближайшее расстояние Михаил Ленинский вносил удар, и вратарь справился с ним. Действительно, и игра получается захватывающий, и еще напрягающий. И столько дебютов сегодня, столько событий произошло. День рождения Николая Ванюкова. Поздравили мы его. Еще раз поздравляю. И столько дебютов по дебютам. Это и Максим Пушкарев, это и Нениса Семин. Первый раз сегодня вышли в составе металлурга. На втором месте. На втором месте не стоит. Подождите. В阿леб Кировке. Давай подождите. Это и Максим Пушкарев Не запоминаю, если он уже не правил. А это был Николай Гринадёров. Ну что ж, Николай Гринадёров, лидер своей команды, капитан команды. Плотко-плотко организовали оборону. Мотоболисты Металлурга. Но это и понятно. С Николаем Гринадёровым другому фото играть нельзя. Не зря он является членом спорной команды России, неоднократным чемпионом Европы. И 16-метровый удар в сторону ворот команды Металлурга. А Михаил Липинских, видимо, за разговоры получает зелёную карточку. Удар! Михаил Липинских, я думаю, что у него абсолютно недисциплинированное поведение. Разговоры не уйдёшь. Это не праздник. Судья назначил, он уже не сказал, что она не может отменить. Назначение свободного удара. Конечно, я не знаю, что она не ровная. Назначение свободного удара. Сема у нас не пустировка. Была опасная атака на его ворота. И он смешно удачно справился с этим ударом. В меньшинстве металлург, ну, я думаю, сейчас металлург не будет, если бы не поставить, но убивать, что называется время, еще сказать, ей это позволяет, кто не позволяет. В этом году, если бы не ходил, сидит на камень, если бы не было, как назвать, кокейным сленком, в своем мотоцикле заприняется, и, в основном, в активное движение. Его партнеры выбивают время, он отдал пас Боргареву, Максиму Пуставеву, он отдал пас Альксириеву. Три с половиной минуты остается до окончания первой половины третьего периода. Что раз на фугу вы не знали, что после истечения десяти минут третьего периода Три с половиной минуты остается до окончания первой половины третьего периода. Три с половиной минуты остается до окончания первой половины третьего периода. Три с половиной минуты остается до окончания первой половины третьего периода. Три с половиной минуты остается до окончания первой половины третьего периода. Три с половиной минуты остается до окончания первой половины третьего периода. Три с половиной минуты остается до окончания первой половины третьего периода. Три с половиной минуты остается до окончания первой половины третьего периода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вам, дорогие друзья, я хотел бы рассказать вот такую информацию, что следующие дома команды ПЭМ в Луденец, города Луденец в Белоруссии. Естественно, дорогие друзья, приглашаю вас на этот матч. Он начнется в 18 часов. Еще раз напомню, с 7 июня в 18 часов в Медоруссии в своем поле принимают команду ПЭМ из города Луденец в Белоруссии. Приходите, поддержите нашу команду. Я думаю, что вы не пожалеете. Кстати, команда ПЭМ удачно стартовала в чемпионате. Хорошо она играет. И я думаю, что все мы станем свидетелями великолепной игры. Ну, естественно, от металлурга наши болельщики все ждут результата. Но ПЭМ Лепинки получил возможность от Владимира Сосинского увеличить счет в этой встрече, но удар его оказался не точным, и мяч прошел мимо. А вот я вижу, и Владимир Сосинский появился. Ну что ж, если подвести небольшой итог выступлению Владимирского состава Миталомка, то я думаю, что Антон Гусев может получиться в этом поле с удовольствием парадом. Ну, по-моему, Антон Гусев, удар! Антон Гусев! Антон Гусев делает счет с ничьей в 6-3. Устил я рассказать о том, что вышел основной состав основной состав Миталомка. Это Антон Гусев, правда, Миталомич. Это Геннадий Гусев, который был 6-й. Это Владимир Сосинский, капитан команды ФИС. Номер 8-й Михаил Олимпинский. Вы знаете, из этой 4-ки пока только Геннадий Митц не отличился в этой встрече. Геннадий. Мяч из бороза команды Крюнса. А сейчас Алина забил. И Михаил Олимпинский забил свой мяч. 3 мяча забил Владимир Сосинский. И 2 мяча забил Антон Гусев. Ой-ой-ой! Вот я думаю, что ради вот таких моментов и стоит приходить. Стоит приходить на стадион, болеть свою команду. Антон Гусев чуть было не сделал хест-трик в этой встрече, но из 9-ки из 9-ки вытащил мяч. Вратарь. Какой неудачный рикошет получился. И мяч мог бы сейчас залететь в ворот от головы Максима Кисликан. Ну и по головой. Ну что же, сейчас тут видно, что видно, что вышел основной состав и у Кирса. Я думаю, что уже мало шансов. Хотя остается остается 7 с половиной минуты конца и встречи. Но я думаю, что тем, что появился основной состав, мало шансов у Кирса спасти эту игру. Вернемся, вернемся к выступлению. Молодежь, я думаю, что оценивать можно пора. С одной стороны, конечно, проиграли. Проиграли. Играть не надо. Играть не надо. Играть не надо. И они не смогли. Они один-другой. Три мяча пропустили. С другой стороны, они показали, что могут играть не против соперников. Достойный ботобол, достойный игру. Владимир Соснинский. По-моему, сегодня первая его попытка. Первая его попытка 16-го удара. Разгон. Удар. На техник вышел. Играли на. А ну, пусть добавляет. Добавляет в шару в акту металлурга. Тяжело, тяжело, конечно, киросу сейчас приходится. Основной состав это основной состав. Затеплилась у них небольшая надежда во втором периоде, что само бы то не ответать четыре на пропущенных мячах. Три им удалось. Дальше дело пока не пошло. Геннадий Лисовичев, пасом, его точка, его точка обшел. так и встречается. Песня. С Nolanу по прекрасным вырезу память обработал маньकлайда беденвер Соберите, не современные 停 свобода. За собой были нарушены правила и свободны. Я думаю, что, скорее всего, Николай Буняков, да, разгон был. Я думаю, что, скорее всего, у нас есть место, которое рассчитывается, не очищено. Интересный комбинат. Мы разыграли, не знаю, насколько она отрабатывается на тренировках. И прострел восстанавливается мяч, и мотоболизм. В данном случае был Михаил Эвисов должен управлять поворотом. Ой-ё-ё-ё, подкручивал мяч Владимира вниз. Хитрым ударом. Подкручивал щёчкой аккуратненько на технику. Ну, не получилось. Портура. 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 Он не просто снится. Не дай бить ему с этой позиции. Перебить ему, наверное, можно. Позволять ему. Сотернику нельзя. Ну, Геннадий Бейтс. Забьёт он сегодня свой мяч. Все уже отмечились. Это не правило. Судья ограничился устным предупреждением. Не стал наказывать спортсмена-металлурга. Это не правило. Не правило, что это. Очень легко. Здорово. И задевает пять ворота команды. И еще. Ну что ж, вот мы увидели покер. Увидели покер в исполнении Владимира Сосницкого. Четыре мяча в этой встрече. И еще у нас есть... Две с лишней минуты. Другой-другой команды, чтобы отличиться в этой встрече. Ну что, дорогие друзья. Я думаю, что вы знаете, сегодня... Сегодня похода, узнав о том, что все вы забираетесь, дорогие друзья, на стадион «Металлург», где проходит первый домашний матч команды, родной команды «Металлург», похода узнав об этом, решила не портить всем нам настроение. Очень здорово, что нет дождя. А я думаю, что... Пускай немножко прохладно, но... То зрелище, которое сегодня показывают команды, немножко согревает. Согревает тела, а уж сердца победный счет. Отражает силу, силу команд. 7-3. Я думаю, что все в этой игре ясно. Я думаю, что может измениться еще счет, но... Пускай победу в этой встрече. Я думаю, что... Состоится сегодня первая домашняя победа. Даже хотелось бы сказать, что... Это первая домашняя игра «Металлурга» в чемпионате России. Но... «Металлург» провел две встречи в нынешнем сезоне на выезде уже... И... «Металлург» в Чубник. На момент страницы еще. Счастья в России было в одобрею края «Трансет». В Контакте Кировской. И 3-1. Была обыграна команда «Металлурга». И Дина Гима. Я думаю, что... В последние 50 секунд ничего не случится. Можно сказать, что верится, что третья победа в Чемпионате России. «Металлург» все-таки одержит. Как я и говорил, на 30 секунд до конца этого матча Владимир Сосинский забивает 5-й мяч в воротами Акировца. Забивает 5-й свой мяч и 8-й команды Металлур. Ну, дорогие друзья, огромное вам спасибо за то, что вы пришли сегодня на стадион и поддержали трансмой команды. Уверен, что это ваш не последний вопрос на стадион Металлур. Все, закончилось время сегодняшнего матча. На счетом 8-3 победила команда Металлур в городе Илья.